господа всем привет вообще мы с юркой сегодня планировали поехать на тот заповедник где нас постигла неудача чуть вообще ни пачка нету ты в траве там до кидал покидать половичку на джерке ну и тем более вы помните все эти разговоры вода остынет она будет брать просто на все и дуры это что-то просто но проблема заключается в том что у нас в коллективе демократии происходит голосование люди кто за что за какой формат в общем к чему я клоню что сегодня у нас все-таки парни окунь да будем сегодня ловить окуня мы приехали большой компании практически можно сказать вся вся банда в сборе чего помимо этого приехали потестировать новый юрин комплект мы подарили комплект друзья хорошие друзья у юрки и мотор и лодочка на нем у нас был выезд на хардбейт короче взял хорошо работа ну чё кружочек обратно так можно дальше стрелять чё вот конечно поклевывает нормально хорошо если что я вот немножко расстроен что погодка сегодня идеальная для того чтобы можно было с ним в ладогу выйти на моем байтботе и на моточке здесь на нем полетать по камышам очень этого хочу и боюсь что в этом году уже такая возможность может и не выпасть протестировать то новый комплект юркин сделал это святое как бы нельзя было отказываться надо когда выявили какие-то те или иные проблемы по двигателю вроде как юрка все устранил все поправил основная причина была в шланге скажем так тест-драйв номер два сейчас по поедем поплаваем посмотрим что к короче я считаю барские условия сегодня будет рыбалки парни уже пошли на точку в общем мы догоняем и начинаем пока мы собирались до снимались ребята наши уже начали на рыбалку и все разошлись по разным точкам чё а где остальные пацаны где антоха где димон все ушли чё клюет у них там было всего нас четыре лодки каждый стал на свои разные точки для того чтобы быстро определить и стоянку окуня активного первым мы нашли юру подплыли разузнать как у них остальные дела как работает точечка вы то наловили юрка можешь в принципе окушка то они поймали и вроде он поклевывает было много сходов но назвать это хорошим активным клёвом было нельзя было много сходов тем не менее отметили что нет-нет да поклёвывает следующий кого мы нашли это был ромка пашка красава покажи свои достижения ромка с пашей поймали два очень хороших знатных окуня там за килограмм не подожди бро что-то на камеру совсем грустно давай поближе у кого больше пашка красава пашка это я слышал да не заставили нет всего на этой точке было поймано 2 2 рыбы и собственно поклёвок больше не было и мы решили вернуться на точку юры потому что допускай он там поменьше но по крайней мере раз там в пять минут есть поклёвка заякорились и начали кидать и как бы сразу начался какой какие-то поклевки начали вылавливать каких-то куней и раз там в пять минут есть поклёвка что как бы веселее мы пришли за весельем ах первая окунь да как и григорий юр что-то хватило витте так 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 слушай сейчас походу расклёвывает пипец у меня так там ну там вообще нормальный был который все раскусил есть вот уж и с ударом взял отвалился горбач был походу фига ты его выдернул антох уху не то пожалей уже нет света белого не видел там на меня где он прям на выбросе взял как хорошо ударил вот так отпусти хвост хвост отдай отдай хвост хвост не хотел отдавать антох не хотел хвост отдавать ух ты хорош нифига там такая поклёвка у него опять свалился и жмите есть вот так нам лёх лёх и лёх и лёх и ты мой хороший хороший тоннеряй за ним уже юрка что-то там и муж моё короткий блин антону нифига ты рыбу выдергиваешь так ножи и же страшно дальше произошло то что должно было произойти кольцо сужает выдел да вот я поймал сразу остановились будут прокидывать и началась на самом деле откровенно вакханалия вплоть до того что каждый ловил друг друга за джиг головку кинуть было некуда место было мало все все теснились есть а свалился падла да блин люди летали на моторах прямо по центру . вот эта зона место ловли как вы видите то есть все я бы облюбовали стали по периметру кидали в эту яму ну и естественно находились люди которые просто взять барали и на мотор и проходили сам сквозь нее тем самым конечно вызывали негодование всех трудящихся были совсем прям наглые люди которые хотели влезть прямо чтобы корма корме оттерлась ну собственно вот в таких условиях нам и приходилось рыбачить собственно к чему я это все рассказываю показываю конечно же такого видео по идее и как бы не должно было выходить все как на мой взгляд немножко грустновато просто а меня частенько спрашивают о том что где ладога то почему не ездим ну ездим у нас бывают несколько лично у меня несколько и выезда в году но собственно вот конкретно я вам показал одну из причин почему я не очень сильно люблю такого рода рыбалки то есть я лучше поеду на какой-нибудь речушку я лучше съезжу на маленько как он дико озерцо допускай там будет меньше щуки в плане размера потенциально я не поймаю гигантскую рыбу зато я половлю один в тишине в спокойствии благодати полюбуюсь природой и отдохнула потому что здесь как вы сами понимаете это все таки ладога ладога из ладога и тут все каждый сам за себя по итогу ну ничего мы не особо расстроились мы страну классно привели время нас было четыре лодки мы все встали в шеренгу болтали веселились перекусили своих окуней мы поймали до куневого жора не не было ну ручку ловили принципе довольны и поехали обратно поехали домой ну что сказать поймали поймали там все не каша клёв был можно сказать его и не было укунь раз 10 минут скрывал но все равно приятно что повеселились своего окуня я даю юрки когда делает котлет вот тем более 1 из семейного бюджета него убыло накормил меня сегодня и соляночкой и пловчиком вот я ему возмещаем филешками акуниловыми так все Ну сегодня у нас прям вообще праздничный Званный ужин Каждый к друг другу в лодку заходит и, короче, кушает Что жена приготовила? А потом голосование Кто победил? Чья жена победила? Прикольно там А чё, офигенно? Жены стараться будут там, знаешь, хоть есть ничего там Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok